На прошлой неделе на финансовых рынках произошло нечто совершенно невероятное. Федеральная резервная система США решила снизить процентные ставки на 50 базисных пунктов, что для многих инвесторов стало неожиданностью. После этого мы сразу же увидели, как золото достигло новых исторических максимумов, так как инвесторы восприняли это снижение ставки как признак будущей инфляции и обесценивания доллара. Индекс S&P 500 также обновил свои исторические максимумы после решения ФРС США. Интересно, что биткоин не смог достичь новых исторических пиков в отличие от S&P 500 и золота. С марта 2024 года он стабильно снижается и находится примерно на 15% ниже своего предыдущего исторического максимума. Это несколько странно, поскольку обычно, когда индекс S&P 500 растет, биткоин тоже демонстрирует рост. О причинах этой странности я рассказывал в прошлом видео. С марта 2024 года мы наблюдаем, как индекс S&P 500 обновляет исторические пики, в то время как биткоин продолжает снижаться. Но это не первый случай, когда мы видим подобное расхождение между фондовым рынком и биткоином. Мы наблюдали это множество раз за последние 5 лет. Иногда биткоин догоняет S&P 500, а иногда S&P 500 снижался, приближаясь к ценовым уровням биткоина. В сегодняшнем видео я расскажу вам о том, почему весь мир будет шокирован тем, что сделает биткоин и сделает это в ближайшие 12 месяцев. Для этого мы должны обратить внимание на один из важнейших факторов, влияющих на финансовые рынки – индекс доллара США. Но прежде чем мы начнем, не забываем передавать за проезд. Проезд у нас стоит 1 лайккоин. Передали? Большое спасибо за поддержку. Итак, существует так называемый индекс доллара США, который показывает силу доллара США по отношению к другим основным мировым валютам. Он оказывает огромное влияние на финансовые рынки, включая и рынок биткоина, и всей остальной криптовалюты тоже. Вот как выглядит индекс доллара США сегодня, и я хочу, чтобы вы обратили внимание на все моменты, когда он значительно снижался. Посмотрите, что происходило с биткоином во всех этих случаях. Он демонстрировал резкий рост цены во время и после этих снижений индекса доллара. И это не просто случайная корреляция. Существует веская причина, почему это происходит. И держу пари, она для вас неочевидна. Слабый доллар США напрямую увеличивает внешний спрос на биткоин. Допустим, биткоин стоит 60 тысяч долларов на всех популярных криптовалютных биржах во всех странах мира. Но вдруг доллар США ослабевает на 5% по отношению к индийской рупии. Что это значит? Это значит, что тот же самый биткоин за 60 тысяч долларов, указанный на криптовалютных биржах, становится на 5% дешевле для индийских инвесторов. И это может привести к тому, что значительное количество индийских инвесторов вложит капитал в биткоин, что потенциально может привести к резкому взлету цены или даже к шорт-сквизу, в зависимости от условий на рынке. И когда индекс доллара США падает, это происходит не только по отношению к индийской рупии, а по отношению ко всем основным валютам мира. Таким образом, когда доллар США ослабевает, биткоин становится дешевле для всего остального мира. Что естественным образом приводит к увеличению спроса инвесторов на биткоин и росту объемов иностранных инвестиций в биткоин. Итак, недавно мы заметили небольшое ослабление доллара США. Если немного увеличить график и наложить на него процентные ставки США, то мы увидим, что сейчас доллар США напрямую зависит от уровня процентных ставок в Соединенных Штатах, которые снижаются из-за того, что ФРС США начала цикл снижения ставки. Если ФРС продолжит снижать процентные ставки, как они и заявили, то, вероятно, это приведет к дальнейшему ослаблению доллара США. Однако, несмотря на текущее ослабление доллара, биткоин продолжает прыгать в диапазоне от 60 до 65 тысяч долларов. Возможно, на ситуацию сейчас влияет что-то еще. Об этом я более подробно рассказывал в прошлом видео. Эта ценовая модель биткоина показывает, что за последние 6 месяцев его цена должна была вырасти примерно на 100%. По факту этого не произошло и биткоин до сих пор топчется в этом коридоре. Эта ценовая модель основана на данных о долларе США и индексе S&P 500 и дает нам представление о том, где сейчас должен находиться биткоин. И сейчас эта модель показывает, что биткоин недооценен примерно на 50%. Это не первый случай, когда, согласно этой модели, биткоин недооценен. И угадайте, когда это уже было в прошлом. Такое уже было в январе прошлого года, в сентябре 2020 года и в январе 2019. Вот здесь, здесь и здесь на графике цены биткоина. Какое совпадение, все эти моменты были отличными возможностями для покупки биткоина. Но это не финансовый совет. Текущая недооценка биткоина – одна из ключевых причин, почему я остаюсь оптимистом по отношению к биткоину. Этот график показывает типичные сезонные тренды биткоина. И как вы видите, в период с мая по сентябрь биткоин обычно имеет тенденцию к снижению и начинает расти только с октября к концу года. Возможно, в ближайшие несколько недель нас ожидает небольшая волатильность, но в целом я достаточно оптимистичен по отношению к биткоину в конце 2024 года. Я хочу быть честным, я не ожидаю мощного, быщего ралли на биткоине прямо сейчас. Но прорыв выше исторического максимума может изменить все. Как я уже говорил в прошлом видео, эффект от печати денег в Китае и грядущей печати в США наступит с задержкой. И уже тогда, наконец, розничные инвесторы побегут покупать биткоин. Прямо на новых исторических пиках, где мы будем фиксировать прибыли. Ну а пока что я накапливаю и знаю, что биткоин вот-вот шокирует этот мир. Меня зовут Богатейший Ди. Увидимся в новых видео. До скорого. Субтитры сделал DimaTorzok